Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий журналист Рустам Вафин, а в гостях у нас сегодня профессор кафедры теории и практики преподавания иностранных языков Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, руководитель научно-исследовательской лаборатории интеллектуальной технологии управления текстами Солнышкина Марина Ивановна. Добрый день, Марина Ивановна! Здравствуйте! Марина Ивановна, из всех ваших многочисленных на самом деле регалий, которые я даже не упомяну, это будет слишком долго, сегодня меня в первую очередь интересует ваша ипостась в качестве руководителя научно-исследовательской лаборатории интеллектуальной технологии управления текстами. Само по себе звучит красиво. Я хочу узнать, чем занимается ваша лаборатория, какие цели и задачи она преследует и какие интересные проекты ведет. Спасибо, Рустам, и добрый день, коллеги. Если позволите, я начну с небольшой истории, которую я люблю рассказывать про моего студента, бывшего теперь уже студента, преподавателя английского языка, который теперь уже 5 лет тому назад пришел ко мне и сказал, Марина Ивановна, вы знаете, вот когда я готовлю своих школьников к тестам, а я всегда смогу прогнозировать, как они напишут тест по грамматике, а вот тест по чтению я никогда не знаю, как они напишут. И это была на самом деле загадка, потому что, с одной стороны, я как преподаватель должна была ему помочь, а с другой стороны, ответ на этот вопрос я не очень знала, и мы начали разбираться с тестами, с текстами для тех тестов, которые использовались в школе. Это английский язык? На том этапе, да, это был английский язык, и, наверное, это тоже было хорошее стечение обстоятельств, потому что на тот момент инструменты для оценки сложности английских текстов уже существовали, а вот инструментов для русского языка не существовало в тот момент. Мы начали измерять сложность тех текстов и поняли, что их сложность настолько варьируется, что он был абсолютно прав, что он не мог прогнозировать, как даже хорошие школьники прочитают этот текст и смогут или не смогут ответить на эти вопросы. Вот в этом, собственно, и был ответ на те вопросы. То есть это было для нас на том этапе, то сейчас это кажется, ну, общее место. А вот тогда это было просто открытие. То есть мы поняли, что ни один тест фактически не может стать валидным до тех пор, пока мы не установим сложность текста, на котором этот тест основан. Потому что если даже задания продуманы правильно и грамотно, но сам текст представляет повышенную или наоборот заниженную сложность, тогда результаты будут абсолютно невалидны. И тогда мы не будем знать вообще, тест он выполнен правильно, хорошо или нет. То есть готов в реальной жизни потом обучающийся выполнять вот те задания, которые заданы в этом тесте или нет. Вот с этого все началось. А потом мы сделали очень большой корпус, теперь он уже включает 6 миллионов слов. Потом мы провели очень много экспериментов по оценке учебных текстов русского языка. И сейчас у нас уже есть цифровая платформа, на которой вот находятся эти учебники. Часть из них уже оценена по сложности. И у нас это самое большое наше достижение, у нас есть автоматический анализатор сложности текстов на русском языке. Вот этим мы и занимаемся, если очень коротко. То есть это ваше ноу-хау, ваше изобретение, этот анализатор, правильно я понимаю? Да, только я здесь должна поправиться в том плане, что когда я говорю «наше», я имею в виду сотрудников лаборатории. Потому что у нас команда междисциплинарная или многодисциплинарная, наверное, правильно сказать. У нас есть специалисты в области информационных технологий, без которых, конечно, такого рода инструмент никогда бы не состоялся. У нас есть педагоги, у нас есть психологи, и, конечно, преимущественно большинство у нас лингвисты. Вы сказали сложность текстов, вы определяете сложность текстов. Сложность текстов, в первую очередь, учебников для средней школы. В том числе. Скажите, вот я учил в средней школе, вы учили в средней школе, и миллионы граждан нашей страны учились в средней школе. И они отучились в этой школе без подобных практик, без подобных анализов. Мы учились по учебникам, которые были созданы без учета сложности текстов, видимо. И мы отучились, ну, в целом, хорошо. В чем актуальность? В нашей проблеме? Да. В чем проблема и почему она актуальна? И изменилось ли, я учился в советские времена еще, возможно, сейчас что-то изменилось. Вот мне это интересный вопрос. Я думаю, что вот все, что происходит в образовании в целом и в текстах учебников, так или иначе связано с теми изменениями, которые произошли или происходят в обществе. Опять это будет общим местом, если я скажу, что в разы увеличился поток информации. И наши дети должны знать больше, чем мы знали в их время. И они вынуждены этим заниматься. И я имею в виду читать больше, чем мы. И авторы учебников, которые сейчас, в том числе, включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством для использования в наших российских школах, они не имеют той роскоши, которую имели авторы учебников 60-х, 70-х, 80-х годов, когда они могли работать над одним учебником 5-10 лет, когда учебник проходил пилотирование в каком-то отдельном регионе, потом его еще расправили. Сейчас, к сожалению, учебники создаются значительно быстрее. Они не проходят той экспертизы, которую проходили учебники в советском и в постсоветском пространстве. И поскольку авторы вынуждены включать значительно больше объема информации, качество учебников, к сожалению, и это не мое мнение, оставляет желать лучшего. Ну, если открыть интернет и посмотреть сайты, эротильские сайты и юмористические сайты, связанные со школой, там очень часто сканы учебников с какими-то совершенно нелепыми заданиями, с удивительной сложностью, которая непонятна даже родителям, хотя это речь идет не о старших классах, где интегралы берут, пытаются, а о младших классах. Вы с этой проблемой боретесь или, скажем так, актуализируете ее, пытаетесь ее решить? Мы, конечно, пытаемся решить эту проблему в том числе. И я здесь должна только повторить, что мы ни в коем случае не претендуем на экспертизу относительно содержания учебников. То есть речь идет только о текстах, о том, как написан учебник, о том, как освещается та или иная проблема. И говорить о том, что мы решаем проблему, наверное, тоже пока еще рано. Мы, лингвисты, мы исследователи, мы описываем такую проблему, мы говорим, что это больное место, это слабое звено нашего образования. Это на самом деле, к сожалению, одна из первопричин демотивации наших школьников, нежелание читать. И может быть даже обращение к гаджетам и к электронным, очень коротким текстам. Но об этом тоже можно много говорить, и я бы хотела об этом сказать. Но вот возвращаясь к проблеме, проблема состоит ведь в том, что тексты учебников, настоящих учебников, они, к сожалению, не соответствуют ни лингвистическим, то есть языковым способностям, ни когнитивным способностям наших школьников. Примеры можете привести? Из вашего опыта, из ваших тех учебников, которые уже программировали. Вот передо мной пример совсем смешной, из учебника пятого класса «Общество знания». Я буду медленно читать. Вот белка прыгает с ветки на ветку, наверное, ищет грибок, делает запасы на зиму. Ну, на первый взгляд, наверное, ничего странного. Но вот если тут логическая связь, ищет грибок, с ветки на ветку прыгает. В девятом классе тексты учебников настолько сложные, что предложение достигает 42-38 слов в предложении. 42 слова в предложении. Ну, какой человек, какой ребенок может запомнить, вернее, вспомнить к концу предложения, что было в начале? Это, ну, просто не подвластно ни одному человеку. Даже взрослому, а в девятом классе. А вот второй класс. Часто голосорыб схожи с птичьими. Белуги кричат чибисом. Морской карась крякает. Ставрида трещат дроздом. Морской петух кукует кукушкой. Ну, это же смешно. Здесь 22 слова, ни одно из них не повторяется. Ни одно из них не повторяется. Воспроизвести это не сможет никто никогда. Тем более второклассник. Я даже думаю, что название некоторых животных, которые здесь описаны для второклассников, это просто неизвестная вещь. Конечно, это просто набор звуков. И это тоже возвращает нас к еще одной проблеме. Проблеме объема словарного запаса наших школьников. Вот сколько они знают. И соответствует ли вот этому словарному запасу тексту учебников, которые мы предлагаем нашим детям. Я знаю, мы с вами предварительно когда разговаривали, вот это та вещь, которая вам очень интересна. Словарный запас. И как раз в вашей лаборатории вы эту тему изучаете. Словарный запас у детей. Расскажите подробнее об этой истории. Ну вот тоже, если позволите, с небольшим введением. Поскольку наша лаборатория занимается такими двумя большими блоками исследования. Это в первую очередь сложность текста. То есть текст как таковой, как объект исследования. А сложность, она же всегда связана еще и с читателем. То есть кто из читателей готов прочитать вот то, что я сейчас прочла, а кто из читателей совершенно не готов. Потому что есть и уникальные дети с фотографической памятью, которые вот это воспроизведут, про этих белок, которые трещат дроздом. И мы задались, вот в рамках вот этого второго направления, оценки подготовленности читателя, мы задались вопросом пассивного запаса школьников. То есть каков же запас, словарный запас школьников, и готовы ли они читать наши учебники. Мы провели достаточно серьезное и глубокое исследование, выявили, к сожалению, опять, что задача либо не ставилась в Российской Федерации, даже в Советском Союзе, либо была на тот момент достаточно сложна, чтобы ее можно было решить. А вот за рубежом и для немецкого языка, и для английского языка, и для чешского, и даже для греческого, и для испанского такого рода списки слов и объемы словарного запаса, которые известны среднестатистическому школьнику, они имеются. И у нас была гипотеза, что наши школьники к моменту окончания начальной школы знают приблизительно 5000 слов, ну, на самом деле, корней, потому что если ребенок знает корень, он, как правило, может понимать и слова, которые образованы от этого корня. Мы достаточно долго разрабатывали эти тесты. Тесты, на самом деле, очень простые, когда нужно было в задании с множественным выбором выбрать одно правильное решение. Были предложены им, допустим, четыре определения, они выбирают одно. В электронной форме... То есть, поясните, поясните, это будет наш зритель, мне очень понятно, то есть берем слово «белуга». Берем слово «белуга», да. И что дальше? И дальше мы предлагаем ему, испытуемому, четыре возможных варианта ответа. То есть, рыба, птица? Рыба, птица, гора и ревущая волна. То есть, он выбирает правильный вариант, ну, на его взгляд, правильный вариант. Тест, на самом деле, мы очень долго тоже продумывали, он мне был... вот такого рода эксперимент был всегда интересен, и нам нужна была очень высокая валидность, то есть, очень высокий вариант правильности, да, вот этого выполнения теста. Мы давали на каждую сотню слов, которые мы проверяли, по два слова. И если ребенок дважды вот в этой сотне отвечал правильно, то есть, его провожали на следующий, то есть, разрешали переходить на более высокий уровень. Если он делал ошибку, то его спускали на более низкий уровень. То есть, на самом деле, это была вот такая вот цепочка. И что показали результаты? Вы сказали, у вас была гипотеза, и что показали результаты? Да, вот опять, я уж не знаю, к счастью или к несчастью, пока мы это тоже пытаемся выяснить, но дети в среднем знают не 5, а 8 тысяч лем, не 5, а 8 тысяч корней, да, корней слов. То есть, это несколько выше, ну, значительно выше, чем то, что мы прогнозировали. А почему у вас такой прогноз был изначально слабый? А вот потому, что мы изучали мировую практику. То есть, на самом деле, в разных языках разное количество слов знают дети этого возраста. И увеличение словарного запаса в различные этапы развития школьника тоже происходит по-разному. То есть, правильно понимаешь, что по результатам ваших тестов выяснилось, что наши дети, в самом случае, на уровне четвероклассника, окончания вашей начальной школы куда более с богатым словарным запасом, чем дети там в Германии, в Греции, если по их тестам это выходило меньше слов. Мы тут разделяем. Можно ли вы этим вернитесь? Я думаю, да. Я думаю, да. Вот как раз к моменту окончания начальной школы у нас все замечательно. Замечательность с чтением. И вот здесь, наверное, стоит упомянуть еще и международное тестирование Пирлс, в котором участвуют выпускники наших начальных школ. То есть, 10-летние дети, как правило. Это международное тестирование, которое проводится для более чем 70 стран. И там наши дети показывают очень высокие результаты. Когда я говорю очень высокие, я имею в виду, на самом деле, мы самые лучшие в мире. То есть, наши дети читают очень хорошо. Очень хорошо читают. Читают лучше, чем дети из Сингапура, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. То есть, тех мест, где признанное образование очень хорошее читается. Да, даже Финляндия. Даже лучше, чем Финляндия. Хотя Финляндия считается эталонной. Да, гораздо лучше читают и выполняют задания. Потому что, когда мы говорим читают, на самом деле, речь идет не только и далеко не только о технике чтения. Но, если возвращаться к международным тестированиям, то 15-летние наши дети читают, к сожалению, хуже, чем среднестатистический 15-летний школьник всех других стран, участвующих в аналогичном тестировании для 15-летних детей. Оно называется ПИЗа. То есть, 5 лет, по сути, 5 лет происходит какой-то фантастический провал. Мы теряем. Вот здесь мы теряем. И вы правильно понимаете, что в вашей лаборатории как раз изучают эти 5 лет? Что там происходит в этот момент? Конечно. Но, опять-таки, для того, чтобы понять, что происходит в эти 5 лет, сначала надо знать, что там в начальной школе происходит? Ну, если в начальной школе там все хорошо. И у нас выходят замечательные дети, образованные, начитанные, с шикарным словарным запасом, которые за пояс заткнут любого юного финна, хотя они считаются эталонными, да, но в случае... Или сингапурцы. Или сингапурцы. А что происходит? Вот 5 лет, и бамс, и мы там в Бангладеш. Ну, условно говоря. Вы знаете, сейчас достаточно много говорят о так называемой функциональной грамотности, о стратегическом активном чтении. И вот, наверное, об этом стоит поговорить. Потому что чтение, как когнитивный процесс, явление крайне сложное. Крайне сложное. И если коротко отвечать на ваш вопрос, я думаю, что проблема в тех ожиданиях, которые имеются от детей начальной школы и от детей средней школы. То есть вот в начальной школе мы ожидаем от детей, что они прочтут энное количество слов за определенное время. Вопросы очень примитивные. Вопросы, ответы на эти вопросы лежат на поверхности текста. Не нужно умение читать между строк. И фактически все ответы заложены в самом тексте. Вот это мы умеем делать. А от 15-летних детей ожидается значительно больше. Ожидается, что они не только поймут буквальное значение, и его смогут воспроизвести. Потому что, к сожалению, мы учим именно этому. В большинстве своем наши школьники должны читать и суметь рассказать, воспроизвести. Мы очень много говорили о проектном образовании. Это не совсем моя область. Но я полагаю, что все-таки оно не нашло пока вот того отклика, который такого рода технологии нашли на Западе. Поясните, что такое проектное образование. Потому что нашим зрителям это будет, скорее всего, не очень понятно. В самых общих чертах это когда группе школьников или какой-то группе дается задание. Решить одну проблему. И дальше предоставляется полная свобода. Они ищут источники информации. Например, можешь как-то примером проиллюстрировать? Ну, я, допустим, вот позвольте на примере своих студентов, потому что мне они ближе, да? А вот когда ко мне приходят лингвисты юные или не очень юные, то есть на пятом курсе или даже на третьем курсе, на четвертом, я им говорю. Вот представьте, вы оказались на маленьком острове с племенем, язык которого вы не знаете. И вам нужно написать учебник. У вас есть впереди 30 дней, вы должны понять, как они говорят, и, соответственно, позднее научить людей. Вот с чего вы начнете? То есть я ожидаю от них какое-то основание, то есть какие-то фундаментальные знания, которые позволили бы им решать эту проблему правильно. И потом мы выстраиваем вот этот алгоритм того, как это нужно делать в правильном формате. И когда, ну, не знаю, 11-летнему ребенку, 12-летнему, 15-летнему школьникам вот аналогичного рода задания даются, они потихоньку начинают понимать, с чего начинать и как двигаться к решению этой проблемы. Потому что все остальное, чтение и пересказ, это замечательно. Но где в жизни мы этим занимаемся? Вот где нас просят возразвести то, что я недавно прочел? Нет. Как правило, от нас требует вот как в аналогичной ситуации, как мы сейчас с вами сидим, да? То есть вы же ожидаете от меня, задавая те вопросы, на которые я как будто бы не готова ответить. Но на самом деле всем своим жизненным опытом и всем чтением я должна сейчас каким-то образом кристаллизовать то, что я когда-то где-то прочитала, и дать вам очень краткий ответ на поставленный вопрос. Вот же, какие задачи вставить перед нами жизнь. Всегда. И вот это умение классифицировать информацию и хранить эту информацию таким образом, чтобы потом из мозга, вот из той, я не знаю, там, клеточки извлечь и вставить вот в ту ситуационную модель, которая возникла на данном этапе, вот что мы должны тренировать в наших детях. Понимаете? Поэтому если возвращаться вот к этим функциональным уровням читательской грамотности, вот это шестой уровень, который требует, что человек в первую очередь разделяет релевантную и нерелевантную, то есть нужную, которая, та информация, которая никогда-нибудь пригодится, и та, которая никогда в жизни не пригодится, строить гипотезы и давать этим гипотезам объяснение. Потому что современная парадигма и науки, и обучение, это уже не просто накопление информации. Это этап, когда ты должен уметь найти причину и показать, почему вот я наблюдаю явление, я его описал, а потом сказать, а почему так происходит. И здесь происходит нечто фантастическое совершенно, потому что в рамках той науки или в рамках той парадигмы, которой я работаю, я ответа не найду. Мне нужно выходить за эти пределы. То есть я как лингвист очень часто, вот вы же сейчас мне задаете не только вопросы мне как лингвисту или как педагогу, вы задаете мне вопросы, которые требуют от меня знаний в очень широком круге областей и сфер. Ну, однозначно, потому что я, например, очень хотел задать вопрос, а как построено там в Сингапуре и Финляндии подобное обучение, да? Как что у них это получается проектно, а у нас нет. Я подозреваю, наверное, ну, в школах сингапульских не преподавали, не... Но бывало, да, к счастью. То есть, да, это придется вам использовать, в том числе вытаскивать из ячеек. Да, да, ну, потому что по базам образования я все-таки учитель, и я, конечно, бывала и в Финляндии, в том числе и в школах, и говорила, встречалась с финскими учеными, и в Сингапуре я была в школах. И у меня было еще счастье преподавания в британской школе. То есть я преподавала в свое время на Кипре, но в школе, в которой полностью британский учебный план. И вот когда моя старшая дочь изучала Первую мировую войну, ей было 13 лет, вот она изучала Первую мировую войну, знаете, в какую ситуацию ставили школьников? Она должна была писать письма с фронта своей семье. Ну, я слышал, что у нас в рамках военно-патрилического воспитания тоже пишут письма там своим дедам или отцу. Ну, то есть как будто бы тебя призвали на срочную службу. И ты сидишь в окопе в Соме, от Сомы. Ты в окопе, да, и ты пишешь. То есть ты, с одной стороны, должен сохранять, наверное, какие-то государственные тайны, вот эту часть я не касалась. Но на самом деле мы очень хорошо прочувствовали тогда, потому что, конечно, я как мама, ну, во-первых, мне это было очень интересно, во-вторых, я ей помогал, конечно, в определенной степени. То есть мы поняли, что это была окопная война, мы поняли, что это была гангрена, мы поняли, что это были в том числе очень жесткие совершенно моральные страдания. И не надо больше никакого патриотического воспитания, не надо говорить, что война — это плохо, потому что ты посмотрел на это изнутри. И вот они полгода писали письма, как будто бы они были на фронте. Понимаете? Вот это проектная, в том числе, да, это тоже проектная технология. Интересный очень пример. Подобных, я, к сожалению, не очень знаю, что сейчас происходит в нашей школе. Подобных вещей в нашей школе не практикуются? Вы знаете, вот спасибо вам, во-первых, что пригласили сюда в студию. Я стараюсь тоже рассказывать об этом везде всегда. Я думаю, что есть, наверное, в том числе и в нашей стране. Но я не знаю такого рода экспериментов, вернее, технологий применения. Такого рода технологий. Но думаю, что есть. А почему нет? Наверное, есть и более интересные. И опыты, наверное, есть хорошие. Потому что, ну, если возвращаться вот к тому международному тестированию, о котором я говорила, да, ПИЗа, все-таки один процент наших школьников, 15-летних, достигают этих вершин. То есть это они умеют разделять вот эту релевантную и нерелевантную информацию, ставить перед собой задачи, формулировать гипотезы и находить им решение. То есть это только один процент. А скажите, а есть данные у вас сейчас, которые можно озвучить, там по британским школам, финским школам, сингапурским школам? Сколько там 15-летних детей в процент в соотношении достигает этих? Я думаю, что это нужно зайти на сайт ПИЗа и посмотреть. Но могу сказать, что все страны, которые вы перечислили, они значительно выше нас. То есть там лечь идет о десятках процентов? Нет, такого рода дети, добивающиеся вот этого шестого уровня функциональной грамотности, это всегда не больше десяти. Нет, это все равно очень талантливые дети, которые фактически оказывают потом влияние, то есть вот их импакт-фактор, вот если возвращаться к этому теперь уже ставшему популярному, в популярном слове импакт-фактор, вот их импакт-фактор, фактор влияния на общество крайне высок. Это люди, которые вкладываются не только в происходящее в стране, а в мировое сообщество. Вы знаете, вы назвали цифру до 10%. У меня сразу возникла четкая аналогия с вот с чем. Считается это утверждение достаточно научной среды уже устоявшееся, видимо, масса исследований, что лишь 8-10% людей в популяции человечества способны к построению причинно-следственных связей. То есть их способности умственные выше, чем способности общей популяции. Когда вы сказали 8-10% тех ребят, которые достигают шестого уровня, это как раз... До 10%. Да, до 10%. Это очень четко впадает в эту цифру, которую я обозначил. И получается, что в России лишь 1%. Мы не учим, потому что... Не потому что у нас дети неталантливые, потому что мы не учим. Вы понимаете, вот еще один пример, который я всегда привожу и стараюсь это делать, относительно ЕГЭ по английскому языку. Вот когда вводилось ЕГЭ по английскому языку, было очень много страхов, очень много опасений. И в качестве одного из шагов, который совершила научно-методическое объединение и федеральная команда разработчиков ЕГЭ... Кстати, я нашим зрителям хочу сказать, что Марина Ивановна входит в эту команду. Разработчиков. Ходила, я отошла от дел. Так что если какие-то будут претензии к ЕГЭ по английскому языку, вы можете адресовать их в том числе и наши гости. Да, да. Ну, я так понимаю, что как раз по иностранным языкам с ЕГЭ у нас больших проблем не было. Вот так, чтобы такой истерящей реакции, как связано с русским языком, с литературой, с математикой, когда действительно детей просто натаскивают без понимания очень часто этого процесса, то таких ситуаций с иностранными языками я особо не слышал. Но они, очевидно, есть. Другое дело, что мы, как иностранцы, все равно в несколько лучшем положении, потому что мы можем изучать иностранный опыт. И не для того, чтобы слепо заимствовать, а для того, чтобы избежать тех ошибок, через которые они прошли. Вот. И понятно, что когда я... Вернее, прежде чем я начала работать в федеральной команде разработчиков ЕГЭ, у нас было множество школ, и я до этого, независимо от этой федеральной команды, не зная этого, готовила себя к этому шагу, потому что было очень много курсов по тестологии, по языковому оцениванию. Так вот, возвращаясь к экзамену, что я хотела сказать про ЕГЭ? Что на определенном этапе было принято решение отказаться от учета лексических и грамматических ошибок. Для того, чтобы оценивать только логичность построения от письменного ответа на ЕГЭ. И я считаю, что это было очень мудро сделано, потому что мы таким образом дали ребенку некоторую свободу. И я думаю, что все, когда-либо изучавшие английский язык, согласятся со мной, что очень часто во время письма, когда нельзя пользоваться словарем, или то ограничено во времени, мы отказываемся от написания того или иного слова или той или иной грамматической конструкции, потому что мы не знаем, как пишется слово. Вот просто не знаем, как пишется слово. А вот представьте, что у вас есть свобода. И тогда у вас вот эта вот палитра, диапазон расширяется. То есть вы можете говорить и писать лучше, и вы можете потратить время на обдумывание. Критическое мышление в академическом письме – это то, чего нам очень не хватало. Мне лично не хватало. Я помню свою школу, я помню свои вузовские годы. Я знаю своих студентов, которые ко мне приходят на пятом курсе в том числе. А такое возможно для родного языка. Почему я спрашиваю? Потому что по моему жизненному опыту, очень давнему, будучи еще школьником, у нас всегда было две оценки – за грамматику в сочинениях и за содержание. Да, то есть у меня было 3-5, 2-5, у меня примерно так. У меня всегда были проблемы дикие с пунктуацией, то есть я вот как душа мне… Легла. Да, вот тут стоял так знаки. Вот это на самом деле проблема у меня особо никуда не исчезла. Но в наше время это не так актуально. Правильно я понимаю, что вот если это в литературной части убрать первую оценку по грамматике, то я, честно говоря, чувствую себя намного свободнее, однозначно. Конечно, конечно. Если подобную практику вводить и по родным языкам, то мы можем ожидать, что более эффективно будем… Вот эти способности когнитивные у детей будут более развиты? Ну, на самом деле вопрос очень сложный, и я не думаю, что я достаточно компетентна, чтобы на него ответить во всей полноте, но свое видение я могу предложить как учитель по базовому образованию. Я знаю, что для того, чтобы добиться результата, мы всегда должны ставить перед обучающимся одну сложность. Всегда одну. Вот всегда одну. И здесь есть очень хорошая иллюстрация, потому что вот мне, опять же, довелось волею судеб поработать еще и с детьми, которые страдают дислексией. Иснете. Дислексия – это нарушение речи. То есть, во-первых, они читают плохо, у них может скакать строка. И это люди, у которых в том числе с правописанием проблемы, то есть они не могут запомнить вот эту последовательность букв. Так вот, когда я готовилась к преподаванию английского языка вот этим детям с дислексией, тоже проходила курсы, нам тоже говорили. Вот если вы на этом уроке объясняете детям, ну, допустим, прошедшее время, вот past simple мы изучаем с ними, а в конце урока мы пишем небольшую работу, в котором они в том числе должны использовать вот этот past simple, прошедшее время, да, я при проверке не имею права оценивать ничего другого. Вот я им преподавала past simple, вот проверь и оцени его работу на этом уроке, вот как он сейчас работал. Понимаете? Это не означает, что к концу года я не должна его вот поэтапно научить всему и в финальном тесте требовать от него уже ожидания, вернее, всего того, чему я его обучала, но единомоментно я должна требовать вот и представлять одну сложность. И тогда это дает результаты. Во-первых, он мотивирован, он же тоже понимает, он же живет тоже в своих, ну, в том числе опасениях и страхах. Да, страх, конечно. Конечно, он же понимает, что вот, а когда он знает, что вот он вот сегодня может прийти, и сегодня может заработать пять. Потому что он сегодня пахал. И завтра, и вот это постепенно нарастает. И уходят страхи. И на экзамене, это тоже очень важно, на экзамене его будут спрашивать только то, чему его учили. Это тоже целая наука. К сожалению, у нас и здесь тоже есть проблемы. Да, это очень серьезная проблема, потому что это вопли буквально. Мы получаем на ЕГЭ вещи, которые мы не проходили в школе, нет школьной программы. Это просто вопли. Вот, поэтому, ведь ЕГЭ по-английскому, он тоже прошел несколько этапов, да? То есть, и тогда это было очень мудро. Но теперь этого нет. То есть, теперь мы научили детей логически размышлять и устанавливать эти причины следственной связи. Мы их научили различным формам организации письма, потому что их не так уж и много, всего шесть. Понимаете, мы их научили этому, в том числе на английском языке. И может быть, через иностранный язык это еще и проще, потому что ты больше сфокусирован. Вот вы говорили о том международном тесте и достаточно плачевных положений в этом тесте наших школьников, старших классов, 15-летних в данном случае. А скажите, эти тесты давно практикуются и застали ли тексты, например, еще времен Советского Союза? Нет. С 2000 года это было предназначение. С 2001, по-моему, ПИЗа и с 2006, по-моему, ПИЗа. Ну, понятно. Почему мне интересно? Потому что если бы это было более ранее и у нас были какие-то объективные данные там по 80-м годам, то можно было бы понять, мы упали или насколько сильно упали. Вот. Жаль, что таких тестов нет. Нет. К сожалению, в советские годы не проводилось. На ваш взгляд, я все-таки хочу вернуться к этой пятилетке. Пять лет в школе и наши дети теряют конкурентоспособность в сравнении с детьми других стран. К сожалению. Это сказывается на том, как мы живем. Есть в этом прямая зависимость от того, ну, мы живем не очень хорошо в нашей стране, надо сказать. И в том списке странность мы займем рейтинге, интересные, они совпадут с нашим ВВП, уровнем, на душу населения, уровнем жизни и другим таким объективным показателем. Как вы думаете? Спасибо вам за этот вопрос. На самом деле он бесконечно интересен, потому что, ну, вот если провести цепочку с тем одним процентом, о котором я говорила, вот как раз исследователи и утверждают, что наш вклад в мировое сообщество не превышает, на самом деле, там 1,29 для Российской Федерации. То есть мы, как страна, вкладываем в мировое сообщество новых идей, которые потом находят реализацию, 1,29%. То есть почти точная корреляция с этими тестами? Потому что как читаем, так и живем. И это тоже не моя фраза. Это фраза экономистов, это вывод, который делается на основании крупномасштабных исследований. И очень важно, что вы вот сейчас спросили о том, проводились ли эти исследования на чтение раньше? Нет, не проводились. И я думаю, что вот эта зависимость между чтением и качеством жизни, она тоже была обнаружена совсем недавно. Потому что, вот опять вернусь к воспроизведению, воспроизведение очень хорошо в начальной школе, вот очень хорошо в начальной школе, когда включается память, а когда нужно включать другие когнитивные механизмы, вот здесь мы отстаем. Потому что, если говорить о вкладе других стран в мировое сообщество, Германия, маленькая Германия, Китай, большая страна, но там выше 13%, Соединенные Штаты Америки 26%, данные тоже опубликованы. Ну, надо сказать, что, конечно, Соединенные Штаты вкладываются 26% в мировую экономику и, наверное, вообще в мировое развитие. Но я не думаю, что у них там 26% детей 15-летнего возраста являются способны к такому проектному мышлению, которое показывает там 1% у нас детей в России. Там, скорее всего, какие-то другие факторы сейчас работают. Я не готова отвечать на ваш вопрос и совершенно некомпетентно, но я достаточно много общаюсь с своими коллегами из Соединенных Штатов Америки, из различных университетов, которые работают. Но я, кстати, гипотеза ваша на самом деле абсолютно, мне кажется, здравая. У них есть социальное зерно. США занимаются очень активной скупкой умов, в том числе талантливой молодежи, в том числе через приглашение в свои вузы, в том числе через оформление гражданства, то, что работают в своих лабораториях. И вполне возможно те самые 26%, которые они дают вклад в мировое развитие, в том числе экономики, идей, патентов, технологий. Это связано с тем, что они добирают за счет экспорта умов. Я думаю, что мы сейчас тоже научились ценить талант. Я думаю, что у нас в стране этот процесс на самом деле тоже пошел, может быть, медленнее, чем в Америке. я думаю, даже само создание нашей лаборатории и оценка работы нашей лаборатории на федеральном уровне, потому что мы получили уже несколько грантов, и вот в этом году совсем недавно еще получили один небольшой грант и поддержка, повторюсь, на университетском уровне, это тоже подтверждение интереса к серьезным долгосрочным научным исследованием. А то, что нам нужно учиться, в том числе и в Америке, полностью согласен. Я здесь с вами немножко поспорю, потому что, даже не поспорю, тут спор бессмысленный, но если исходить из того, что американские товарищи просто докупают вот этих самых креативных товарищей, которые там пулят за человека в 8%, и за счет этого догоняют у себя и развивают в том числе свою экономику, свой вклад в мировое сообщество, то, возможно, путь нам не доступен, потому что у нас нет таких ресурсов и нет таких условий, чтобы скупать мозги по всему миру. Просто неинтересна наша страна, она не открывает таких возможностей пока. Но, тем не менее, я вот сейчас я вам задам такой очень интересный, коварный, мне кажется, очень связанный с той закономерности, которую мы сейчас нащупали. Вопрос. Я хочу вас спросить, как нам обустроить Россию? Да, да, да. Но с точки зрения, как ее научить читать, потому что, как мы понимаем, исходя из нашего разговора, что у вас вполне возможность закономерность, способность человека читать, воспроизводить текст, проектное чтение, проектное мышление, которое вырабатывается в этом процессе, и которое сейчас у нас просело на самом деле. Как нам его восстановить, довести до тех же самых 8% хотя бы, да, с одного нынешнего? И тогда вполне возможно, через какое-то время наш вклад в мировое сообщество достигнет тех же самых 8%. И это будет очень приличный вклад, учитывая, что мы уже не самая большая по численности страна, тем не менее. Давайте поговорим на эту тему. Как нам обустроить Россию через чтение? Что нужно сделать, чтобы, и возможно, эти наработки есть у вас, уже в вашей лаборатории. Вы же не просто так занимаетесь вещами. Но исходите с того, что мы сейчас обустраиваем Россию, делаем ее снова великой державой. Не через гиперзвуковое оружие, не через атомные бомбы, не через ракетоносы, а через чтение. По-моему, шикарная постановка вопроса. Да, да, я от радости перешла к задумчивости. я думаю, что здесь на самом деле не так много выборов ответа, я имею в виду правильного ответа, и он вполне закономерен. сначала решить, что будут читать наши дети, подготовить для них это чтение, вот эти тексты. А потом на каждом этапе, на каждом этапе, это долго и внимательно прислушиваясь к детям обсуждать. Вот тогда мы из них воспитаем мыслителей, наблюдательных, внимательных, чутких к происходящим событиям людей, которые смогут принимать правильное решение и обладать тем запасом знаний, навыков и умений, и компетенций, которые нужны вот в этой ситуации. Вот при таком стечении обстоятельств. Наша ответственность перед детьми, в первую очередь у моего поколения, в том, что мы предлагали нашим детям читать не то, что они должны были читать на каждом из уровней своего развития. И поэтому они отказались. Я слышу, это не мое слово, я слышу это слово зашоренное. То есть, когда ребенок видит текст, очень часто, в том числе учебный текст, у него что-то внутри срабатывает, он не видит, он слепнет. В том числе в буквальном смысле. Он не хочет его читать. давайте подготовим нашим детям те тексты, которые они захотят читать, которые будут вызывать положительные эмоции, которые заставят их задуматься, которые заставят их чувствовать, вот то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, которые заденут за живое. И позволим в том числе нашим педагогам иметь возможность свободного общения с детьми. Я сейчас не буду говорить о загруженности учителей, загруженности мамочек, потому что это тоже слагаемые этого успеха. Вы знаете, я хочу проиллюстрировать сегодняшнюю ситуацию дословной цитатой одного школьного учителя в ходе родительского собрания, которое мне рассказали. Речь идет о русском языке. Учитель русского языка «Дорогие родители, если я научу ваших детей писать в WhatsApp без ошибок, я буду считать, что моя миссия выполнена». Мне кажется, это такой очень убийственный подход, который шансов на выход на 8% мыслящих школьников у нас не оставит. Кстати, вам не кажется, что такой спутковыркой вопрос, что возможно политика в сфере образования, которая приводит к тому, что мы показываем такие ужасные результаты по тем тестам, политика целенаправленная или она объективно со структурой нашей экономики связана, потому что наша экспортная ориентированная углеводородная. Как говоришь Маргар Тэтчер, для Советского Союза, чтобы поддерживать добычу, экспорт, нужно всего 40 миллионов человек. Ну или Маргар Тэтчер слова приписывали. Остальные на самом деле лишние. При нынешней структуре экономики, она сильно упростилась на самом деле с времен тех времен, когда Маргар Тэтчер говорил. Нам возможно даже 40 миллионов граждан не нужно, чтобы они качали нефть и отсылали на восток и на запад или газ. И вполне возможно что наши крики, вопли о том, что что у нас происходит, они в туну улетают. Вы не чувствуете этого? Что просто не нужно? Мы не видим себя по-другому. Пенька, лапти, что у нас на экспорт раньше шло? Тоже лес. вы знаете, я отношусь к той категории людей, которые при решении любой проблемы задают вопрос в первую часть себе и не ищут врагов. Вот я не ищу врагов. Я ищу причины создавшейся ситуации в первую часть в самой себе и в ближайшем окружении. И если у моего соседа, возвращаясь к штампам, если у моего соседа забор красивее, чем мой, я не его сломаю, а свой накрошу и поставлю такой же красивый. А вот и у Англии, и у Америки, и у Германии, и у Китая нужно учиться. Давайте не будем обманываться, давайте научимся думать. Вот давайте не пенять и не искать, кто виноват. Давайте просто делать. Вот делать, понимаете? вот кстати, вот когда вы сейчас начинаете это делать, вы встречаете понимание и готовность к системе образования, тех людей, которые отвечают за систему образования, что вот ваши идеи, ваши разработки, которые научные, они обоснованы, они в цифрах, в данных, чтобы их принимать и внедрять в школы. Или пока к вам относятся о интересной теоретике. Вы знаете, я не революционер однозначно, я за эволюцию, и поэтому считаю, что если мы предлагаем какие-то реформы, а мы на самом деле предлагаем реформы и очень серьезные реформы, было бы очень наивно ожидать, что сейчас вот сто процентов людей, которые меня выслушали, со мной согласятся и бросятся выполнять то, что я предлагаю. Это было бы очень наивно. более того, вот если даже говорить о нашей лаборатории, наш коллектив очень мощно поменялся за последние три года. То есть есть люди, которые приходят и потом мы с ними прощаемся. То есть мы понимаем, что они не вписались, и это тоже нормально. Это тоже совершенно, ну, закономерный такой процесс. Я к этому совершенно спокойно отношусь. иначе тепличные условия, я в это тоже не верю. То есть если у тебя есть идея, которая может выжить в реальных условиях, это идея, которую нужно реализовывать. А если ты был в инкубаторе и только в инкубаторе, неизвестно, как ты себя поведешь в реальной жизни. Я к чему это говорю? Я недавно следил такое интересное выражение, точнее, оно общеизвестное выражение, что зависимость от среды, то есть мышка, попавшая в банку с молоком, если она имеет... От мышки зависит. Да. Но потом я встретил другое выражение, которое связано тоже с мышкой, зависимость от среды. Если мышка упала не в молоко, а в гудрон, вот она что не делает... Тяжело. Понимаете, о чем я говорю? Если твоя среда, если твоя экономическая система устроена так, что тебе не нужны талантливые дети, то эти усилия могут попасть в туну. И наши критики могут попасть в туну. Да, мы революционеры, мы реформаторы, даже в силу возраста уже в конце концов. Нам все бежать на баррикады. Тем не менее, я не хочу эту тему сейчас развивать, потому что мы, наверное, компетенции там не хватит для того, чтобы осмыслить ее сейчас. Ну, на самом деле, это вообще интересный, серьезный разговор, который вы меня, кстати, натолкнули, натолкнули, я об этом подумаю еще. Меня интересует вот что. меня интересует то, что вы делаете. Вот вы говорите о том, что каждому ребенку определенного возраста положено знать то, что он может воспринять и как это сделать интересным. Вы анализировали наши тексты в учебниках, предлагали какие-то свои учебники, анализировали целиком учебники. Давайте об этой теме поговорим. Что можно сделать таким путем маленьких шагов, в том числе вашими усилиями? Ну, спасибо опять вам за этот вопрос, потому что это наша первоочередная задача, да, оценить качество текстов учебников, да, то есть не учебник, не его содержание, а качество текста, то есть то, как текст освещает определенную тему. Мы однозначно изучаем тексты с точки зрения лексики, в первую очередь лексики, то есть то, о чем мы уже с вами сегодня говорили, соответствует ли текст учебника тому словарному запасу, который имеется у школьников определенного возраста. Мы определяем качество текста, в том числе по очень формальным количественным параметрам, в том числе длина предложения, я уже сегодня тоже давала примеры, да, вот, и 42 и 38 слов предложения, это в два раза превышает норму не просто простого русского языка, а вообще учебного текста. То есть максимум 20 слов должно быть, да? Ну, желательно, да, 17, 17, 15, вот, ну, можно чуть побольше там в старших классах, но опять-таки это должно быть предложение разделенное на части, запятые и другие знаки применения и так далее, чтобы были такие опоры. Вот, и, конечно, мы оцениваем с точки зрения лексического многообразия, потому что вот тот текст про Ставрейду, который кричит, белугу, да, белугу, который кричит кем-то, кукушкой, вот, то есть там в чем проблема, там 22 слова абсолютно неповторяющихся, это вот тоже одна из наших находок, лексическое многообразие текстов учебных в среднем не превышает 0,63, то есть на 10 слов 6 может быть новых, но не все 10, вот тогда можно усваивать, ну, понятно, что это усредненные цифры, да, но эта цифра, она удивительная, какая-то фантастическая, которая повторяется вот с 5 по 11 класс, на самом деле у нас есть задача еще посмотреть, как это в других языках, да, и на других линейках учебников, причем, вот это 0,63, это на гуманитарном цикле, на естественно-научном она чуть-чуть пониже, там бывает 0,57 и даже 0,43 иногда, вот, то есть это тоже одна из наших задач, определять, насколько многообразен славарный запас, то есть с одной стороны, чем сложнее текст, тем выше должно быть многообразие, вот, но с введением новых терминов в старших классах все равно эта цифра должна стоять на определенном уровне. Ну вот, если сейчас к вам подойдут учителя или наш министр образования даже, да, местные, федеральные, и скажут, Марина Ивановна, вот у меня стопка учебников, скажите, как эксперт, какие учебники сразу выкинуть, какие можно использовать? Вы можете такой вопрос? Скажем. 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 Это затянется только в том плане, если у нас не будет армии людей, которые смогли бы отсканировать текст, то есть вот он в таком вот виде, простом, то есть я его в инструмент загрузить не смогу, да, то есть мне нужно, допустим, даже если он в PDF-ном файле, мне нужно его в блокнот перевести, убрать все лишние значки, а потом машину посчитать. Мы сейчас оцениваем уже больше 30 параметров, и более того, когда я говорю, мы оцениваем 30 параметров, у нас же есть с чем сравнивать, да, то есть у нас уже есть та измерительная лента, которая является нормой, то есть вот так должно быть приблизительно. Вы встретили вот из этого сонма учебников, которые сейчас рекомендованы там по русскому языку, по всем остальным предметам, те учебники, которые адекватные, можно сейчас их назвать, вот адекватные тем методикам, которые вы опробировали уже на самом деле, или ближе всего, это как рекомендация для учителей, для школ, возможно? Ну, на самом деле, ведь процесс, во-первых, очень длительный, то есть мы начали с учебником русского языка история будет очень длительная, мы их пока не исследовали, по одной простой причине, это тоже очень важно, тексты там короткие, то есть текст для того, чтобы оценить его, вот на эти 30 параметров, должно быть не менее 200 слов, 200 слов, вот, но у нас есть очень хорошая выборка учебников по биологии, очень хорошая выборка учебников по информационным технологиям, и очень хорошая выборка по обществу знаний, вот по этим предметам. Могу сказать сразу, учебники для начальной школы, вот по информационным технологиям дают самый лучший результат, они хорошо написаны. То есть, антические учебники по информационным технологиям для начальной школы? Для начальной школы, да. Вот они хорошо написаны, но, по крайней мере, пока они дают хорошие результаты, мы движемся дальше, мы, наверное, будем решать этот список из 30 параметров, и копать глубже, вот, но пока учебники общества знаний, к сожалению, не соответствуют нашим ожиданиям, а с биологией проблема в том, что мы пока не выстроили линейку, там у нас разрозненные авторы, и они тоже не дают нам законченной картины. Но лаборатории, вот, лаборатория в таком виде, в котором она существует, всего лишь три года, то есть мы, на самом деле, у нас очень большие планы, и сейчас работа пошла чуть-чуть быстрее, потому что мы уже знаем алгоритмы определенные. Вот, я думаю, что в нашей следующей встрече я буду готова вам чуть больше рассказать. Ну что ж, спасибо большое. Время нашей программы подходит к концу. Разговор был очень интересный, особенно мне понравилось то, что входит в разговор, мы вышли на какую-то тему, которая даже политически опасна. Не будем этим говорить. Да, потому что если в нашей стране появится 8% 15-летних детей мыслящих, то в нашей стране изменится очень многое, и многие из тех персонажей, которые сейчас являются ну, скажем так, лидерами этой страны или руководителями этой страны, они просто исчезнут за ненадобностью. Вполне такое может быть. Я как учитель верю, что научить можно каждого. Эволюционным путем. Да, научить можно каждого. Вот. Ну что ж, дорогие зрители, наша программа подошла к концу. Я еще раз напомню нашу гостью. Это Марина Ивановна Солнышкина, профессор кафедры теории и практики преподавания странных языков Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и руководитель научно-исследовательской лаборатории интеллектуальной технологии управления текстами. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. До свидания.